Привет, друзья! Меня зовут Дарья. Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал Дарья Арт, рисовать может каждый. Вы видите перед собой меня и такую коробку-посылку, а это значит, что будет распаковка. Поэтому, если вам интересно посмотреть, что же мне такое пришло, то оставайтесь со мной. Давайте начинать скрывать. Я думаю, что вам также, как и мне, интересно посмотреть, что же внутри. У меня есть резак и большой энтузиазм открыть эту коробку. Но, самое главное, с энтузиазмом нужно быть поаккуратнее, чтобы не повредить содержимое коробки. Отлично! Справилась! Конечно же, пупырка. Ой! Сегодня у меня будет вечер антистресс. Так, пупырки много. Несколько вечеров таких проведу. И что мы здесь видим? Сет маркеров спиртовых и еще один сет спиртовых маркеров. И все. Посмотрите, какая красота. У скетчмаркерс вышли наборы маркеров. Здесь подобрана палитра под определенную тематику. И, конечно же, мы с вами будем рисовать и проверять, сколько всего можно таким небольшим набором нарисовать. Здесь у нас идет 10 маркеров. Написано 1 линер 0.05 и даже есть скетчбук. Мне кажется, такой отличный набор. Можно либо себя порадовать, начать рисовать маркерами, либо кому-то подарить. Вот, как вы видите, 10 маркеров. 10 маркеров. Так. Ага. А, вот 10 маркеров. А линер? Вот 0.05. Кстати, линеры от скетчмаркера я пробовала. Поэтому сразу могу сказать, что они классные. Что здесь вот у нас есть? Раскраска, чтобы попробовать маркеры сразу. И, конечно же, традиционная книжечка для цвет. Для того, чтобы вы собирали палитру, отмечали те цвета, которые у вас есть. Все по номерам. Как вы видите, палитра скетчмаркеров огромная. Огромная. То есть, эти все цвета есть у них в линейке. И те, кто работает этими маркерами, конечно, наверное, собрали эту всю палитру. У нас, конечно, не так много, но тоже, тоже достаточное, достаточное количество. Посмотрите, какие классные наклейки. Я вообще любитель всяких наклеек. И думаю, что в мой ежедневник они отлично подойдут. Также здесь вот скетчбук. Здесь получается бумага плотная, 160 грамм, 16 листов, 32 странички. Супер гладкая белая бумага. Что тут еще написано? Мягкая обложка. Размер 148 на 210 миллиметров. Австрийская бумага, 160 грамм. Супер гладкая белая бумага. Идеально для туши чернил, спиртовых и пигментных маркеров, карандаши и ручек. Произведена бумага в Австралии. А скетчбук собран в Латвии. Нелакированная обложка. Это бумажка съемная. Достаточно приятная матовая обложка. Я, если честно, не очень люблю такие обложки, не лакированные, именно, без покрытия. Потому что они пачкаются. Но, так как она темная, думаю, таких проблем быть не должно. Но, опять же, поюзаю, порисую. И, конечно же, потом вы увидите, как это будет все. Выглядит на бумажке. Бумага плотная. Вот эта обложка. То есть она такая прям качественно сделана. Бухта такая красивая. Ну и сама бумага. То есть тут на двух скрепках. И, на самом деле, очень-очень гладкая бумага. Классно. Думаю, отлично подойдет для маркеров. Пока я скетчбук поберегу и рисовать в нем не начну. Но хочу этот набор маркеров. Эти цвета. Тут они на коробке все обозначены. То есть тут несколько серых. Такой холодный серый, средний серый. Такой прям коричнево-серый. И вот еще есть один такой средний серый. То есть тут палитра подобрана очень грамотно. В том плане, что есть переходные оттенки для того, чтобы можно делать было ингредиенты. И палитра, конечно, преобладает в ней серые цвета. Есть голубые, зеленоватые. Это, конечно, отлично подойдет именно для архитектурных скетчей. Но этот сет именно для пленера, чтобы рисовать архитектуру. Здесь достаточно классная иллюстрация на коробочке. Давайте мы сделаем выкраску всех маркеров. Выкраску всех маркеров сделаем. Посмотрим на данную палитру. Ну и все маркеры подпишем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, выкраску маркеров я сделала. Для меня это было несколько минут, для вас всего несколько секунд сила монтажа. И сразу могу похвалить эту палитру. Я и думаю, и без моей похвалы вы видите, как хорошо между собой сочетаются данные оттенки. И, как я и говорила, к каждому оттенку практически есть переходный более темный цвет. То есть, например, вот VG7 отлично будет стушевываться с VG5. Это же все будет хорошо миксоваться и с этим серым SG5. Также, если хочется серый увести в голубую нотку, либо зеленую нотку, вот можно будет использовать два верхних цвета. Также голубой будет хорошо миксоваться с серыми оттенками. Также в SG5, VG5 будет хорошо миксоваться с фиолетовым оттенком. Самый темный цвет здесь очень холодный, серый. Оттенок тоже прекрасный, потому что все-таки черный маркер используется очень редко. А для того, чтобы затемнить и показать самую темную тень, в скетчинге, в маркерах используют именно те больше холодные оттенки. Потому что все-таки чаще всего на пленере у нас естественный свет, не искусственное освещение. Поэтому тени холодные, темные. Этот оттенок отлично подойдет. Ну и также акцентные цвета. То есть тут так-то в наборе у нас идет из ярких цветов. Четыре оттенка. Это фиолетовый, голубой, такой розовый прикрыленный и оранжевый. Данные оттенки позволят сделать акценты в зданиях. Также, конечно же, между собой они хорошо миксуются. То есть, например, в этом розовом можно будет смело делать тени фиолетовым. Углублять это все коричнево-серым. Также в оранжевом можно будет делать тени коричневатым оттенком. С сероватым оттенком. То есть, на самом деле, палитра, я могу смело сказать, достаточно универсальная. Поэтому, если вдруг вы хотите самостоятельно собрать палитру маркеров, не обязательно скетч-маркеры, которые сегодня у меня в распаковке, а совершенно другие маркеры, вы можете сделать скрин этой палитры и себе подобрать. Потому что, на самом деле, палитра универсальная для архитектурных пейзажей, я думаю, отлично подойдет. Дальше, следующий у нас идет сет. Это оттенки кожи. И, как вы видите, здесь отличный набор для создания портретов наших любимых. Ну и, конечно же, могу смело заявить, что это не только расширит вот эту палитру в портреты, да. Здесь можно будет смело создавать и фэшн-скетчи, и всякие сюжетные зарисовки будем с вами создавать. Тут у нас получается 6 маркеров. Отличный такой наборчик. Отличный наборчик. Давайте посмотрим. Маркеры точно такие же. Кстати, я не сказала, не показала. Крышечки очень тугие. С одной стороны у нас долото, с другой стороны пуля. Это классическая линейка скетч-маркеров. У них есть еще маркеры с кистью. Здесь именно классическая линейка. Они небольшие, удобные. Поэтому можно пробовать, если вдруг вы до этого никогда не пробовали маркеры. Так, здесь у нас получается, как я и сказала, 6 оттенков. Давайте тоже я сделаю выкраску. Ну что, выкраску я сделала данного набора. Тоже могу похвалить подборку цветов, потому что именно для создания тона кожи здесь есть идеальный набор маркеров. То есть вы можете сделать как и более смуглую кожу, так и достаточно светлые оттенки кожи. Достаточно маркеров для того, чтобы сделать скульптурирование лица тенями. Ну и, конечно, вы не ограничены тем, что вы будете рисовать только блондинок. Здесь можно будет рисовать и брюнеток, да, с добавлением последнего маркера. И, конечно же, этот маркер позволит сделать достаточно смуглый портрет. Если вдруг вы будете рисовать не белокосую девушку, либо парня, то, конечно, вот этими двумя маркерами вы сможете добиться очень смуглой кожи. В принципе, очень достойный набор для портретов. Но, опять же, как я и сказала, здесь можно его увести не только в портреты, но и в фэшн, да, создание небольших зарисовок с руками, да, и небольшими аксессуарами. Я собрала эти два набора, именно выбрала эти два набора для того, чтобы показать вам достаточно ограниченную палитру без черного цвета, да. То есть, как видите, здесь нет черного цвета. Эти два набора, как по мне, отлично сочетаются. То есть, вы можете уводить коричневые оттенки в тень, розовые оттенки еще в более, еще в большую тень. Также, конечно же, данный набор, по мне, будет отличным набор именно для фэшн-иллюстрации, что я и хочу с вами порицовать потом в итоге уже таким вот набором из 16 маркеров. Но, опять же, так как здесь отдельный такой сет, им я тоже хочу записать урок, поэтому пишите ваше пожелание, что вы хотите, прямые эфиры, либо просто видеоуроки, на какие именно темы. Ну что, вот такая у меня распаковка получилась. Набор у меня теперь из целых 16 новых маркеров. Хочется мне сделать отдельно урок и по 10 маркерам, и отдельно и 6 маркеров, и все вместе. Поэтому в будущем, как вы поняли, уроки по спиртовым маркерам на моем канале появятся в большем объеме. Я надеюсь, что это многих обрадует, и вы с удовольствием сейчас попредлагаете мне темы для будущих уроков, либо прямых эфиров. На этом я буду с вами прощаться. Большое спасибо за внимание, что досмотрели это видео до конца. Увидимся с вами уже в следующем ролике. Всем пока-пока. Море вдохновения, впечатлений от этого Нового Года, чтобы все у вас было замечательно. Все, всем пока-пока, до новых встреч.